Всем привет! Ранее в наших видео мы уже рассказывали про управленческий учет и чем он отличается от бухгалтерского. Одно из таких важных отличий заключается в том, что управленческий учет ведется не только по всему предприятию в целом, но и по отдельным направлениям его деятельности, подразделениям. Сегодня давайте остановимся на этом поподробнее. Ведь почти всегда в компании есть несколько продуктов, бизнесов или видов деятельности. С вами канал справочное бюро предпринимателя, сейчас все расскажем. Из самого названия управленческого учета следует, что его основная задача обеспечить руководителя достоверной и актуальной информацией, необходимой для принятия управленческих решений. И наверное первая и главная такая задача понять, сколько прибыли, ну или убытка, если не повезет, генерирует каждый продукт. То есть рассчитать точку безубыточности. Об этом мы вам уже рассказывали вот в этом видео. Но управление продуктовой линейкой это еще не все. Собственно даже слово управление применять к продуктам не совсем верно. Управлять это значит воздействовать на объект в расчете на то, что объект отреагирует правильным образом. Но сам по себе продукт это вещь неодушевленная. Воздействовать или управлять в подавляющем большинстве случаев приходится не самим продуктом, а теми живыми людьми, которые этот продукт производят, продают и обслуживают. В общем, имеют к нему прямое отношение. Причем управлять можно всего тремя основными параметрами. Характеристиками продукта, связанными с продуктом затратами, а еще объемами его продаж в натуральном и денежном выражении. Понятно, что все эти три области тесно связаны друг с другом. Поэтому в рамках управленческого учета на предприятии используют термин «Центр финансовой ответственности», сокращенно ЦФО. Такие центры далеко не обязательно будут совпадать со структурными подразделениями. Один ЦФО может объединять несколько отделов. А бывает и так, что сотрудники одного подразделения относятся к разным ЦФО. Или даже так, что один сотрудник относится к нескольким ЦФО одновременно. Хитрец, да? Ведь структуру ЦФО на своем предприятии вы определяете сами, в соответствии с экономическим смыслом деятельности в вашей компании. Наиболее распространенный подход — это когда выделяют так называемый «Центр затрат» и «Центр доходов». Ну, с ними все понятно. Центр доходов в основном приносит деньги. В их бюджете затраты в основном минимальны. А вот их совокупные доходы — это и есть выручка вашей компании. Это, как правило, подразделения, занимающиеся продажами. Их основной документ — это план или бюджет продаж. А основной показатель — выручка. Центр затрат — наоборот, тратит деньги. И это могут быть, например, производственные службы, отдел закупок или гарантийное обслуживание. Их основной документ — это бюджет или план расходов. А главный показатель — себестоимость продукции. Иногда еще и выделяют «Центр инвестиций». Обычно это подразделения, которые занимаются запуском новых проектов или продуктов. Там есть свой документ — это бюджет или бизнес-план проекта. Встречается, впрочем, и другой подход к структуре ЦФО на предприятии. Ранее мы уже рассказывали об эволюции организационных структур. Линейная и иерархическая структура по мере развития бизнеса превращается в матричную структуру. А та, в свою очередь, превращается в дивизиональную. Где-то посередине этого пути появляется ситуация, когда команда разработки, производства и продаж определенного продукта в какой-то степени отделяется от других. Есть выделенные снабженцы, которые занимаются закупками в основном именно для этого продукта. Есть производственники, которые только его и производят. Ну и, например, менеджеры по продажам, которые преимущественно на нем специализируются. Получается своего рода компания в компании. Ну, матрешка такая, бизнесовая. С полным циклом деятельности. Распределять сотрудников такой команды по разным ЦФО не имеет смысла. Лучше рассматривать их всех как один центр финансовой ответственности, который называется центр прибыли. Тут уже основной документ – это полноценный бизнес-план или бюджет. А главный показатель – это прибыль по продукту и достижение установленных целей. Ну, например, доли рынка. С течением времени растущие бизнесы все больше распадаются на такие вот более или менее обособленные центры прибыли. Но очень редко их можно и нужно полностью изолировать друг от друга. Чаще бывает так, что есть какой-то продукт или работа, которую один ЦФО выполняет в интересах другого ЦФО. Иногда это можно разрешить, что часть зарплаты такого-то сотрудника относится к бюджету одного ЦФО, а часть – к бюджету другого. Он как бы работает в другой бизнес-единице на четверть ставки. Альтернатива – это определение справедливых внутренних правил взаиморасчетов между такими подразделениями, чтобы прибыль одного ЦФО не формировалась за счет убытков другого. А это уже называется трансфертными ценами. И о них речь пойдет в одном из следующих наших видео. Ведь была бы прибыль, а о том, как ее распределить, мы вам обязательно расскажем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно, пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!